Даже погода поддержала победу жизни. Промозглые дожди кончились, выглянуло солнце. На дневных площадках фестиваля оживленно. Здесь дают нормы ГТО, отвечают на вопросы различных викторин, делают фотографии в инстамате и размещают их в сети с хэштегом «Победа моей жизни». Вот тут я прыгала на скакалке, здесь я отжималась, здесь я прыгала с мячиком. За успешное прохождение активности участники награждаются не только хорошим настроением, но и наклейками, которые, не отходя от места, можно предъявить организаторам. И, например, полазить на скалодроме, покататься на картинге или выбрать любое другое развлечение по душе. Цена вопроса не менее трех стикеров. Придумали квестовую систему, чтобы люди, приходящие на фестиваль, наши гости, они за весь фестиваль сумели ознакомиться не с одной, а практически со всеми площадками. Таким образом, с помощью наклеек системы и системы маршрутных листов люди циркулируют по всей площадке. Победа жизни – праздник тех, кто точно знает, что алкоголь – не гарантия веселья. Трезвый досуг интересен и разнообразен. Главная цель организаторов – доказать это участникам и гостям фестиваля. Причем не только на словах, но и на личном примере. Здоровый образ жизни мы пропагандируем в течение года. То есть это не одноразовое мероприятие, это смысл жизни, это образ нашей жизни. В течение года это и лекция, и какие-то митинги, и письма. С этого года Кубок главы Одинцовского района по киберспорту – еще одна составляющая фестиваля «Победа жизни». Идея создать настоящую федерацию по аналогии с ФИФА родилась у его организаторов еще два года назад. Но осуществить задуманное удалось только сейчас. Командный турнир прошел по двум дисциплинам – Дота 2 и Контрстрайк. «Минимальный состав определенный должен быть местный. Это очень важно. Поэтому вот здесь это впервые такой прецедент. В дальнейшем я думаю, что мы это будем расширять. У главы есть определенные планы по открытию тренировочных баз, по открытию постоянной действующей киберспортивной арены. Я думаю, что мы с удовольствием все это поддержим, будем развивать. Здесь все как в реальном спорте. Хорошая техника, опытные игроки, болельщики, которые не скупятся на аплодисменты. И невозможность использовать программы, дающие незаслуженное преимущество. Первый в истории района кубок в дисциплине «Контрстрайк» завоевала команда «Микс Ди Файф». Турнир был, в принципе, на хорошем уровне, только чуть-чуть организаторские моменты. Нужно было заранее все подготовить, а потом приглашать команды. Сотдержка была два часа, и из-за этого нам пришлось менять игрока, что не очень хорошо однозначно повлияло на наши игры. Организация шикарная, условия шикарные, все красиво. Шестой фестиваль «Победа жизни» завершился концертом. На сцену волейбольного вышли только те исполнители, кто сам отказался от вредных привычек. Зрители не смогли усидеть на месте даже после многочисленных дневных активностей. В наше время действительно актуальны такие, на самом деле, фестивали, потому что, ну, как минимум, это пропаганда здорового образа жизни и показывает многое молодежи, чем можно вообще заниматься и что в будущее достигают разные люди. Мне очень понравилось, я здесь была впервые, и я очень хочу уже на следующий год. Тут очень много народу, я много с кем познакомилась, и мне очень нравится. И хотя фестиваль только завершился, организаторы уже строят планы на следующий год. Оборотов сбавлять не собираются, уже начата работа над ошибками. А это значит, что «Победа жизни» 2018 будет еще ярче и интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...